Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, что? Минимум продуктов. Антикризисная история. Значит, кто-то захочет постное, кто-то захочет в это блюдо добавить креветки, капусту, заменить лапшу рисом, лук не использовать, вместо зеленого базилика, ну, вы понимаете, да, чуть-чуть троллинга не помешает. Очень много было просьб по поводу того, что почему жареной лапши вообще никакой нету, ни с креветками, ни без креветок, ни с курицей, ни с говядиной, ни со свининой. Я думаю, давайте-ка сделаем базовый рецепт жареной лапши, а дальше вы уже на свое усмотрение добавите туда любой ингредиент вплоть до морепродуктов. А? Хорошо? Я расскажу, как это все происходит, как бы, во-первых, быстро, во-первых, понятно, а во-вторых, вы уже потом будете добавлять по своему усмотрению и не будете мне писать, а что, если я креветки заменю свининой? Да нельзя креветки свининой заменить, это вообще разные продукты. Итак, начинаем вот с чего. Сначала нужно иметь у нас чесночок. Сейчас как раз сезон, в Москве такой прям свежий-свежий чеснок. Лучок я нарезал пёрышками вот так вот, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, такими арбузными дольками, да? Тут вот имбирь не успел дорезать, камера уже включилась, думал, нарежу до включения. Сначала пластинками, потом соломкой, Потом мелким-мелким-мелким кубиком нож должен быть острый для того, чтобы сделать тонкие пластинки. Будут толстые пластинки, имбирь будет попадаться кусками на зубах крупными, будет не очень приятно. Нет, если вы поклонник такого хрустящего имбиря, туда можете вообще целиком бросить корешок. Я рекомендую мелкую-мелкую-мелкую крошку, так вообще всегда делают. Значит, потом немножко соевого соуса обязательно, одно яичко, ну, кунжутик жареный на потом уже. Главное, а, вот, смотрите, это китайский удон, не японский удон, не надо путать, китайский. Значит, я такую лапшу покупаю в китайских магазах. Они часто бывают около тех рынков и мест скоплений китайцев, которые есть. Звучит, конечно, не по-современному, потому что Китай в наше время слово вообще запрещенный. Но я имею в виду, что именно они делают такой удон плоский, пшеничный, обычную лапшу. Вы можете использовать любые макароны, вы можете использовать спагетти, просто они будут поплотнее, это помягче. И вот стоит он копье какое-то из серии, там, пачка вот такая вот, она такая, как, они целиком запаковывают плотничком бумагу. Не могу показать, выкинул. Я не помню, стоит, наверное, она, ну, наверное, около 50 рублей, 45-50, вот так. Я, она у меня отварная, я ее промыл холодной водой после отваривания, ну, и в холодильнике она постояла, она особо не клеится, знаете, так удобно с ней. Даже я ее маслом не смазывал, она просто сама по себе вот такая рассыпчатая. И жариться должна неплохо. Но посмотрим, тут еще зависит от сковородки. Желательно иметь сковородку, знаете, такую, которая хорошенько разогревается. Я беру всегда побольше борта, для того, чтобы тут можно было мешать, ничего у нас не расплеска. Первонаперво масло. Было под рукой, исчезло, вот оно. Масло наливаем обильно, прям, как бы это правильно сказать, ну, прям такую рюмаху туда добрую. Миллилитров 50, наверное, если не 70. И это все раскаленное, да? И, соответственно, сюда выливаем яйцо. Оно должно кипеть в масле. Значит, как только оно у нас закипает, начинаем его мешать, мешать, мешать. Обжариваем, как это делают китайские повара. Пока оно у нас, оно уже, во-первых, готово в масле. Сразу же отправляем сюда лук и жарим уже вместе с луком. На самом сильном огне всегда лук толкаем, толкаем так, чтобы он у нас был отошел и превратился в такую соломку луковую. Все, 10 секунд. Значит, теперь имбирь. У меня небольшой корешочек, наверное, вот сантиметра два с половиной. Чили. Несколько колечек. Смотрите, главное, чтобы не очень остро было. Теперь чесночок. Ой, выпал кусочек один драгоценного чесночка. Поймайте его и не выпускайте. Все, еще раз обжариваем все это вместе. И сразу же высыпаем лапшу. Значит, смотрим, может быть, немножечко еще нужно добавить растительного масла. Каплю, может быть. Посмотрите, как у вас обстановка. Мне вот прям не хватает чутка. Все-таки она должна быть такая жирненькая вся эта история. Значит, теперь обжариваем лапшу. Огонь сильный. Все остальное у нас готово. Видите, особенность китайского удона, вот этого, в том, что она не прилипает к сковороде. Итальянские спагетти тоже не прилипают из твердых сортов они. Значит, что мы делаем дальше? Щепотка сахара. Прям щепотку одну, небольшую. Значит, давайте смотреть, сколько соевого соуса. Раз, два, три столовые ложки. И небольшое количество у меня есть тут засохший лайм. Нужно немножко-немножко кислоты. Прямо сбрызните каплю. Можно лимон, лайм, там что есть. Я ведь использую то, что бывает иногда под рукой. И последний штрих, это листья базилика. Можно листья кинзы, можно зеленый лук. Я листья не режу, я их просто обрываю и отправляю сюда. Закапываем листья в лапшу. Вот смотрите, получается, что у нас жидкость вся впиталась. Значит, масло впиталось. Несмотря на то, что казалось, что его много, его на самом деле немного. Потому что яйцо забирает масло немного, лапша забирает масло немного, лучок, чесночок. Лапша у нас не склеилась. Она совершенно рассыпчатая. Она не разварилась. Она мягенькая, вкусная и классная. За одним маленьким нюансом. Нужно взять и попробовать. Если недостаточно соли, он сейчас исчезает сюда. Не солите соевым соусом. Добавьте соли сюда нормальной, обычной. Острота в меру, кислота в меру. Я еще практикую устричный соус сюда добавлять. Главное, чтобы имбирь и чеснок был. А все остальное ерунда. Выкладываем жареную лапшу. Как правило, все мелкие частицы у нас остаются в сковороде. И поэтому чаще всего мы с легкостью придаем блюду такой яичный, чечевичный. Визуал сверху. И лук, и все у нас вместе будет. Очень просто. И самых доступных ингредиентов. Теперь обильно посыпаем кунжутом. Потому что, ну а как ореховый вкус для нашего простого, так сказать, ужина, обеда или завтрака. Кто-то и на завтрак, если поздно встал, такое блюдо использует. Далее. Значит, мне остается лишь попробовать это все. Давайте-ка я вот так возьму. О, пинцетик. Пинцетом, кстати, удобно есть. Это как палочки, только они скрепленные вот в этом месте. Ну что, люблю удон, он все вкусы впитывает. Был безвкусный стал. А, ну еще и азиаты сюда бы чайную ложку блютамата натрия офиганули бы. Ну, кто любит, может добавлять, я не знаю. Я не использую. Ну, слушайте, тут все очень просто. Вкусно, просто. Пять минут. Ну, это если без болтовни. Так прям чшшшш. И это шикарный ужин. Для любого мужчины, маленького, большого. Потому что, ну, все любят макароны. Ну, все любят макароны. В этом виде макароны просто мега классные, вкусные, удобные. Сочные, мягкие. Главное, лапшу не переваривайте перед тем, как будете ее жарить. Иначе начнет раскисать. Должна быть такая, не аль денте, но должна быть такая. Вот аль денте закончилась, нужно сразу выключать, охлаждать и использовать. И, во-вторых, если это вот китайский такой удон, то на холодильнике у вас может лежать просто 4-5 дней спокойно. Берите, жарьте его с разными ингредиентами. Сегодня с соевым, завтра с базиликом, послезавтра с кинзой, с зеленым луком. Устричный добавляйте. У кого что есть. Кто-то добавит туда соевый и крахмальная водица чуть-чуть. Кто-то куриный бульон с соевым смешает чуть-чуть с крахмалом, чтобы все это соус завязался. Но тут, смотрите, я добавлял немного жидкости, поэтому все впиталось, ничего нет. Лапша вкусная, плотная, мягкая. Базилик нужен, кунжут нужен, но это везде есть, везде продается. Если базилика нет, я говорю еще раз, возьмите зеленый лук, будет не хуже. Приятного аппетита, готовьте для своих близких и кайфуйте!